Хоккей с приставкой ТОП остается в Уфе. После первого раунда Кубка Гагарина Салават Юлаев отправил в отпуск Магнитогорский Металлург, а теперь рубится с автомобилистом из Екатеринбурга за право выхода в финал Восточной конференции. Воздух рядом с Уфа-ареной пропитан атмосферой большого хоккейного праздника. До начала игры еще час, однако на парковке нет ни одного свободного места. Скоро зеленая толпа наполнит трибуны и создаст ту самую поддержку, о которой знает вся хоккейная Россия. Фанатский сектор поддерживал Салават Юлаев и в Екатеринбурге. Там уфимская команда обменялась победами с хозяевами льда. Счет в серии до четырех побед 1 на 1. Болельщики уверены, дома победим. Верим, конечно же, верим. Без этого никак. Будет сегодня выигрыш и то, что мы победим и выйдем в финал конференции. Салават Лайв вперед. В этом матче мы выиграем, но в среду боюсь, что автомобилист закучится, будем так говорить. Еще до стартовой сирены гости столкнулись с зеленой силой. Фанаты уфимцев подготовили масштабный перформанс. Баннер намекает, в Салавате Юлаеве есть свои супергерои. Однако в первом периоде их не было видно. Обе команды создали немало опасных моментов. Однако голов болельщики не увидели. Вратари Коварш и Мецела в этот ветер были на высоте. А вот от ошибок защитников никто не застрахован. Никита Трямкин потерял шайбу в своей зоне, за что его и наказал Владимир Ткачев. Просто решил прочитать. Удачно я поехал на пятак, меня попало от Ткачева и забил. После пропущенного гола автомобилист все чаще гостил в зоне уфимцев. Броски становились все опаснее, а контратаки Салавата Юлаева были неэффективными. Не хватало инициативы Бурдасова и бросков с синей линией Панина. Первый травмирован, а второй дисквалифицирован на две игры. В тот вечер они поддерживали команду только морально. В начале третьего периода юлаевцы сбавили обороты и позволили автомобилисту сравнять счет. Трямкин мощно бросил с синей линии, а Кучеряенко подправил шайбу. 1-1. Нас зажали во втором периоде в конце больше. Я не могу сказать, что после того, как мы пропустили, не зажали. Мы больше немножко раскрылись, потому что надо было забивать, надо было выигрывать. Мы понимали, что уже счет 1-1. Либо надо было забить до конца матча, либо уже вверх. Забить до конца игры не получилось. Однако и без забитых шайб третий период был наполнен эмоциями. Обычный наброс на ворота гостей мог закончиться массовой потасовкой. Овертаймы все-таки избежать и не удалось. Салавату Юлаеву понадобилось 12 минут дополнительного времени, чтобы отправить болельщиков домой, а команды в раздевалки. Чудо-пас Уморка и Кемпайнен расстрелял в ворота гостей. Салават Юлаев выиграл 2-1 и с таким же счетом повел в серии до четырех побед. 20 марта уфимцы попробуют повторить успех и сделать еще один шаг к выходу в финал Восточной конференции. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.